Всем привет! Сегодня 3 октября, Московская область. Я буду срезать соцветия у лаванды. У этих кустов уже была летняя обрезка, а это повторное цветение осеннее. Она не такая обильная, как летняя, но все же достаточно красиво. Все, что резала летом, а я нарезала очень много букетов сухоцветов, они все были проданы до одного на ярмарки, и себе ничего не осталось. Поэтому хочу себе сделать букеты. У меня на участке уже около 70 кустов. Я изначально размножала, сеяла семенами, а затем уже черенки высаживала. Смотрите, какая красота! Не все кусты хорошо цветут. Это сорт Мальдит Стрейн. Некоторые только в бутонах. Скорее всего, они не распустятся, но все же... Вот здесь, видите, не так обильное цветение. Только бутоны. А некоторые очень даже хорошо. Здесь небольшой у меня розарий. И по кругу, вот так и сзади, роз высажена лаванда. Там в конце, там цветник возле забора, тоже высажена лаванда. У меня три цветника, и везде растет лаванда. Вот такой красивый миксбордер Ривьера осенью. Так, я сейчас возьму аккумуляторные ножницы. Они мне очень нравятся. Я ими пользуюсь уже, по-моему, третий год. Хорошо и очень быстро обрезают лаванду. Нарежу не за один день. И буду собирать пучки. Подвешивать вниз головой. И таким образом они будут высыхать. И так, я использую этот. И так. И так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему так делаю? Потому что стебли у лаванды очень мягкие и пластичные И чтобы они высохли ровно, нужно будет подвесить вот таким образом И уже через пару недель такой букет можно смело ставить вазочку на стол Или допустим таким же образом подвесить на кухне и очень красиво будет смотреться Лаванда очень ароматная Конечно, создавать вот такие букеты, это очень кропотливая работа, занимает очень много времени Но это того стоит, чтобы получить вот такую красоту Поэтому обязательно выращивайте лаванду, собирайте наикрасивейшие ароматные букеты Это того стоит У меня на сегодня все Я вам желаю всего самого хорошего Подписывайтесь на канал, заходите в телеграм-канал И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok